Персонаж Кира Воропаева. Светлые волосы, холодный взгляд, низкий голос. Шаблон обязательной героини любого мыльного сериала. Женщины с эффектной внешностью и тяжелой судьбой. Она красивой родилась, а следовательно до свидания счастья. Может в конце повезет в контексте всеобщего хэппи-энда. А пока Андрей скучает по Кате, Катя подозревает Вику, Вика обижается на Киру, Кира любит Андрея, Андрей скучает по Кате, Катя подозревает Вику, Вика обижается на Киру, Кира... В общем, вы знаете. Это работа, которой я занимаюсь практически каждый день, почти без выходных. Относиться к этому, не подключая себя, просто невозможно. Иначе тогда я не буду заниматься этой профессией. Зачем? Сейчас, на данном этапе, да, я снимаюсь в мыльном сериале, который называется «Не родись красивой». А что делать? Я в это во все ввязалась. И поэтому я должна это делать, работу, стараться выполнять ее на 100%. Иначе тогда не надо. Тогда надо развернуться и уйти. Разворачиваться и уходить легко. И даже красиво. Фуэте на пальцах и легкой походкой в новую жизнь. 8 лет балетного стажа Ольга Ломоносова скинула вместе с пуантами. Теперь для профессиональной балерины танец – профессиональное хобби. У меня мама всю жизнь мечтала быть балериной. Ей бабушка не дала, потому что это все непрестижно. И мама решила на мне отыграться, и я вот была балериной. Я знаю эту профессию. Вот прям я телом чувствую, я знаю, как надо. И поэтому, когда я смотрю какие-то вот там балеты, я вот до такой степени я могу с танцовщиками прям протанцовывать все. Понятно, что я вышла из формы. Понятно, что я уже давно не балерина, и все понятно. Но когда меня не было в профессии, я не была востребована, вообще ничего не делала. И там нужны были деньги. Я уже даже договорилась, что я пойду в школу, и буду там преподавать танец. То есть у меня вот эта профессия есть. Не дай бог со мной что-то случится, или там я перестану быть нужна. То я вот могу вот этим заниматься. На ближайшие полгода от преподавательской ставки она точно застрахована. Да и дальнейшее будущее не угрожает суровыми переменами. Квартирный вопрос решен, материально обеспечена, творчески востребована. Ломоносова засветилась. И это ее греет. Хотя из Донецка в столицу России перспективная балерина ехала совсем не за звездным статусом. Я приехала в Москву. Даже не знаю, говорить или не говорить. В Москву привела любовь. Ну, я просто была влюблена в одного человека очень сильно. И поэтому я ее не покорять приехала, а, наверное, покорять его сердце, так можно сказать. Ну, этот человек, он связан как бы с театром, в который была влюблена. И еще тогда, когда вот все это, собственно говоря, наше знакомство случилось, я... мне тогда очень захотелось, чтобы, в общем, чтобы я попробовала себя когда-нибудь в театре. Первое место, которое я пришла, это было Щекинское училище. И я туда пришла, прочитала свою программу какую-то хилую. Я думаю, очень плохо прочитала. Ставила девочке выворотные ножки, две косички. И читала я барышню-крестьянку, помнится, у меня это было очень плохо. Потому что потом на первом курсе я этюды показывала, как артисты балета. Вот так вот я все делала, с ровной спиной. И педагоги были в ужасе, говорили, Оля. И я вот потом немножко встала сутулиться даже, так как-то, чтобы у меня пластика появилась нормального человека, а не артистский балет. Любите ли вы театр так, как любит его она? Головы не жалея. Первый же спектакль за порогом театрального училища потребовал жертвы. Было во имя чего? Король-лир Максим Суханов, шут Виктор Сухоруков и она, Корделия, Ольга Ломоносова. Вот только одно условие. Все герои лысые. Русу-косу в топку шекспировских страстей. Я расставалась с ними, в принципе, не жалея, но плакала жутко. Ну там что раз, я тебе оп. Мне Сухоруков сказал, Оля, у тебя чакра откроется. И вот на самом деле, это можно относиться к этому с юмором. Но вот, я не знаю, чакры ли или что-то еще у меня открылось. Вот мне казалось, что я такой немножко младенец. Вот как-то так ты открываешься миру, и ты смотришь на мир другими глазами. Как будто, правда, волосы, все, что накопилось в жизни, ты вот раз отрезал, и у тебя вот по-другому. Меня бесплатно возили на машине. Никогда я не обладала каким-то таким даром, чтобы меня там подвозили. Я просто ловила машину, и меня вот бесплатно возили. Причем не потому, что хотели телефончик попросить, а вот просто, не знаю. Или там в кафе я сидела, мне какие-то десерты передавали. Непонятно почему. Вот как-то я, видно, как-то себя чувствовала какой-то инопланетянкой. Но у меня открылся, у меня огромный лоб, а он все открылось, и такие глаза большие получились. Такая вся какая-то была. Ну, может, я просто себя так чувствовала по-иному, но было здорово. Я бы хотела еще раз это чувство испытать. Чувство – ее тема. Красавица, умница, королева. Вот только не снежная, горячая и отчаянная. Ради одного родину бросила, ради второго забыла первого. Жизнь сердцем наружу, как учил великий Шекспир. Вот только все, что до, было не то. До ее третьего. Я не откладываю личную жизнь на потом. Для меня личная жизнь намного важнее, чем профессия. Мне кажется, я с Пашей стала более жизнерадостной и более непосредственной. И не знаю даже. Я стала счастливой. Вот я сегодня встретила своего однокурсника, который сказал, «Оля, ты так счастлива». Ну, вот как-то прям, наверное, это благодаря только Паше. Актер и режиссер Павел Сафонов научил свою музу не только легкому отношению к жизни, но и легкому отношению к профессии. Они теперь с классиками на короткой ноге. У них теперь Федор Михайлович за меньшего брата. Я люблю Достоевского. Просто сейчас Паша делает спектакль у Олега Меньшикова «Преступление и наказание», а Федор был найден именно там. Поэтому через Достоевского его назвали. Могу его запирать в туалете. Могу! А я могу его таскать за хвост и бить по ушам периодически, если он себя плохо ведет. Зато Достоевский может писать у меня на коврике. Устала. Не танцевать, здесь она энерджайзер. Оля устала от Киры. Кира ревнует, Кира подозревает, Кира скучает. А Оле летать охота. У Ломоносовой одна идея вытанцовывается. Загнуть парочку лихих батманов прямо перед камерой. Сыграть балерину. Сумасшедшая мечта. Или сыграть сумасшедшую балерину. Или сыграть мечту сумасшедшей балерины. Но она красивой родилась. А следовательно, до свидания, счастья. Хочется верить, до скорого. Я хочу дожить до такого момента, когда я скажу, знаете, мне сценарий не очень понравился, извините. Я хочу, чтобы я когда-то могла себе сказать «стоп». Вот прям надеюсь, что этот момент, вот уже вот он, как бы, что я уже могу себе сказать «стоп». Я это делаю не ради денег или там не ради того, чтобы мне там кто-то узнал и все что-то. А я вот это я могу. Я сейчас очень хочу, хотела бы сняться в каком-то малобюджетном фильме. Студенческом фильме. Там, чтобы вот прям вот без денег, но что было бы очень интересно. То есть мы объявляем конкурс на лучший сценарий для Ольги Ломоносовой. Да. Который мы с удовольствием бесплатно снимем. Да. Который мы с удовольствием бесплатно снимем.